Послание отца Абсолюта от 18 апреля 2020 года Энергетическое расслоение Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим о том, как вам научиться строить новые отношения, не подвергая себя опасности. Как вы уже знаете из моего предыдущего послания, главным для вас является сохранение ровного эмоционального состояния и мудрого отношения к происходящему. Поскольку сейчас все усилия мирового правительства направлены на понижение общего вибрационного фона Земли, вам нужно сделать все для того, чтобы этого не произошло. Если для рептилоидов новые энергии, идущие сейчас на Землю, губительны в силу того, что эти существа не обладают высшими чакрами, способными резонировать с ними, то для вас наоборот, эти энергии несут освобождение от тысячелетнего рабства. И вам нужно во что бы то ни стало воспользоваться этой дарованной вам свыше возможностью. Так как же вам следует вести себя в столь непростой ситуации, когда ваша душа пробудилась и видит все происходящее в истинном свете, а действия власть придержащих идут вразрез с вашим новым мироощущением, и более того, таят в себе опасность, поскольку следующим шагом мирового правительства станет поголовная вакцинация населения. С одной стороны, вы видите, что многие люди начинают осознавать всю абсурдность сложившейся сейчас на Земле ситуации и понимать скрытые мотивы властей. А с другой стороны, существует огромная прослойка населения, слепо верящая тому, что навязывается им силой, то есть упорно методично вкладывается в их сознание через средства массовой информации. По большому счету, это и есть, родные мои, тот самый естественный отбор, о котором уже так много говорилось. Но мне хочется, чтобы вы знали, что послушная часть населения в основном не люди, а те же рептилоиды, их среднее и низшее звено, а также другие существа, воплощенные в человеческих телах. В силу своих от природы низких вибраций, они больше других подвержены энергиям страха за свою жизнь. И кроме того, они живут по программам своих коллективных сознаний, которым следует чисто интуитивно. Так, например, в основе главной программы рептилоидов лежит послушание и четкое следование указаниям свыше. Эта иерархическая лестница проявилась сейчас наиболее наглядно. Если человек, по сути, свое свободное независимое существо с трудом выдерживает навязываемые ему ограничения, его душа их не принимает, то рептилоиды и ижи с ними послушно соблюдают все спущенные сверху предписания и призывают к этому других. Поэтому, родные мои, даже по внешним признакам сейчас легко определить тех, кто потенциально готов вас услышать, и тех, кто боится и не хочет знать правду, поскольку страх за свою жизнь застилает им глаза, и в каждом человеке, выходящем за рамки инструкции, они видят врага и потенциальную опасность. Я думаю, что сейчас уже многие из вас могут энергетически прочувствовать и тех, и других. Люди, относящиеся к навязанному им карантину с юмором и пытающиеся увидеть истинную подоплеку происходящего, излучают энергии достаточно высоких вибраций. Те же, кто одержим страхом и паникой, вибрируют на очень низких частотах. И пусть первым шагом к новому типу отношений между людьми станет ваше чувствование и энергии окружающих, что позволит вам безошибочно распознавать людей, способных жить в новом энергетическом пространстве Земли, и тех, кто ни при каких условиях не способен резонировать с ним. Это упережет вас от ошибок и неприятностей в построении нового общества, объединяющего людей уже по вибрационному признаку, то есть по уровню их духовности. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.